Когда мы говорим о том, что общественные люди определяют общественное сознание, то есть Auction Itsren谷 how to treat society's ными. Более того и вот даже тезиса о том, что общественное están связаны с учетом, что общественное люди противоречиво, В нем есть предположенный интерес, предположенные положения, предположенный класс. Поэтому сознание тоже хватило вещества. Ну вот, давайте перейдем к первой теме. Тема называется государство. Государство. Для начала проведем пределах вопросов. Что такое государство? Почему? Что такое государство? Ну, чтобы государство было, чтобы были определенные черты. Определенные мысли, если мы это неопределенные. Если вы спросите меня, что должно быть, то есть определенные мысли, конечно, Бога. Все это стало. Уполонился. Потому что сказать определенные, это значит существовать для неопределенных. Это неопределение государства, так как на вас я нападу. Государство пришло. Ну, словно, это неопределение, никто это не скажет, что это происходит. Знаете, как, когда вот на вопросах говорят, что вы знаете, что это вообще? Кривые линии сообщества? Это образование. Образование. Да. То есть, если есть у нас образование, то это государство и есть. Это и у нас нет. Нет, но определенные, с определенными чертами. С определенными, нет? Ваше дело не попадет. То есть, не определенными чертами. Так, мы справим, что такое государство. Вы пока думаете сейчас, тогда дойдёте позже. Какая есть, здоровее наhero, когда сейчас придёте. Государство, что такое? Это система. Это система. То есть, вот велосипед, например, это система, поэтому государство «это велосипед». Понял. Государство, что такое? Ну, не всех, это система государства. Система, прошлое даль 갈ukaщее приезда к другой государству. Что? Система обновляющая. Только у вас аналогичный круг был. У нас получились вот удар что-то. Здравствуйте. Так, ну у кого у вас что такое? Включающие в себя какие-то лобуси, не знаю. Что включающие? Какие-то лобуси. Какие? То есть это опера все? Аппарат. Какие это? Аппарат. Чего аппарат? Вот аппарат. Аппарат пласти. Аппарат насилие. Это уже аппарат? Да. Аппарат власти. Хорошо. А власть-то знаешь, что такое? Это насилие. Аппарат насилие. Почему? Власть не вы это насилие. Что, блядь, на насилие? Вы под властью. Ну вот вы, что ли вы себе, так сказать, пошли на концерт, там, в хорошие площади, прекрасные игры. Вы под властью вот этой мутбукой нахватите. Все тут насилие, так. Еще билеты вы платили. Где им нужно купать? Какая? Власть. Власть – это влияние. Власть – это влияние. Влияние. Вот мужа надо каблучить, например, подсчет насилия. Какое насилие еще? Влияние колоссальное. Потом говорят, что жена не надо, и в ровном совету не все решается, а то он становится, ну, не способен предстоятельно принимать решения. Это влияние в него. И он спросит, что он сейчас, и жена, и пациент, и сам уже все, а тракируется у него мозг. В Сударске, скажите нам, что такое? На вас надежда. Еще два человека осталось, кроме вас. Второй и осталось. У нас даже спасибо. Это структура, расположенная на определенной территории. Структура расположена на определенной территории. Женая дорога. Она точно на определенной территории. Вот видите, ваше слово на что-то определенное? Очень. Ну, есть какое определенное? Ну, неопределенное. Так. Государство. Честно, честно. У нас это голос честного человека. Не знаю, как это. Ну, не так, чтобы не знать не хочу, да? Такое есть. Без вызова, без вызова. Ну, слава богу. Ну, вот на вас все надежда. Что-то теперь? Я думаю, что вы там чуть-чуть опоздали. Там что-то, что-то, что-то дело, к чему-то идет. И вы судьбу подготовиться и теперь скажете нам. Потому что больше у нас выборов нет. Все. Что такое государство? Ну, не знаю. Даже институт власти, опять же. То есть какие-то компоненты присутствуют. Какие? То есть определенные? Ну, я знаю. Да. Общая территория. Нет. Территория вообще? Культура. 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 Ну, хорошо. На этом мы, значит, обзор мнений. И опрос закончил. И перейдем к вопросу о том, что у нас вообще то, что мы сейчас будем получать, вообще не должно выскакивать, так сказать, из головы или из сборников, там вообще какие-нибудь, или из правочников. Вот развивается общество. Общество, в котором мы находимся. Оно классовое или не классовое? Мы общественные какие-то хотели берем? Общество классовое или не классовое? В том мире, в котором мы находимся. Культура. 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 Хотя, хотя, если вы возьмете право быть общинным миром, там общество было бесклассовое. Вы не обратили внимание, что бесклассовое общество государство не было? И вот появился первый господствующий класс. Какой? Исторический первый. Какой был класс? Арбуладевский. 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 Их много было или мало? Да. То есть, как малое число арбуладевцев могут удержать плоти нагрений и просто упоминать, вы стоите на себя работать, а если что, и постоянно убивать тех, кто не хочет работать или выстает, или не делая то, что их сказали, как это можно сделать? То это можно делать. Можно это делать без насилия. Значит, необходимый насилие. Но ведь без насилия должно быть индивидуальный, и люди должны создаваться и создать специальную организацию насилия для защиты своих арбулатических интересов. Да. И вот такая организация силы защиты интересов класса, не в каких-то определенных примерах. То есть, организация классового насилия называется государством. насилия. Нет. А вот государство – это организация классового насилия, которая создается специально для защиты интересов господствующего класса и применяется против какого класса? – Починенка. Ну, можно сказать так, что мы создаем, что подавляется сопротивление противоположного класса. Правильно? Починенка. А как будет на иностранном русском языке давить? – Пресс. – Пресс. – Пресс. – Тарифу на иностранном русском языке. – Ну, да если по-русски так, на иностранном русском – то Пресс. – А может быть подавлять иностранном русском языке, то есть Пресс. Так вот, можно сказать так, что государство – это оружие репрессирования, подавление, репрессирование неподчиненного правительства. Так, бывают такие государства, которые не подавляются как противников. Видите, такие государства, как специалисты по истории совершили много, есть такие государства, которые своих противников не подавляют. Есть такие государства, но они долго не делаются. А как только они перестали подавлять своих противников, их противники их подавляют. И тогда уже тот класс, который был господствующим, переставил его господствующим. Значит, мы с вами обратимся к истории. Но я думаю, никто не сомневается, что владельческий класс подавлял восстание работы. Понимаете? Самое крупное восстание – восстание «Спартака», чтобы самым пристойким уроком было подавлено. В то же время, руководительцы устраивали всякие игрища и бои гладиаторов. Вместо того, чтобы предоставить церковь. Ну, если кто-то хорошо очень воевал, в том числе и тот, кто приведет поражение в эти борьбе, в эту игру, ну, дальше присутствующие должны были делать его и так или вот так. Мы говорим, если он делал и так, надо же его добить. Хоть он и героически сражался, но кто-то победил, должен был его добить. А если это не, я бы не только что-то делал, ну, и вот этот убил. Он же раб. Вот выступает, он на него смотрит. Ну, раб? Раб откуда брался этот раб? Раб – это вы из любого времени. У вас всех убивать не надо. Ну, мы времени на вас вернем, пока не убьют. Решаем вам работать на меня. Наверное, это будет плохая работа, иначе от мира один однозначный. То есть, а чем определяется интересная прислопость, но, может быть, потому что вот это идет постоянная борьба, война. И если он был председателем другого государства, вы хотите говорить, поражение во всем законам того времени будет? Убиты? Ну, если уже производительные силы такие, что один человек может прокормить другого, то я могу давать вам жизнь. Ну, тогда будете работать за меня и за себя. Как только вы будете работать только на себя, то все это, за этим и кончится ваша жизнь. Так? За этого вы будете работать. Так. И вот работодельцы создали такую организацию в классовом силе. Создали. Есть разные формы государства, как они управляются. А это вот у нас были, во-первых, работодельцы, были демократические государства, да? Демократия была. В Риме была, в Греции. А что значит демократия? Демократия – это власть. Власть. Государственная. А чья у вас демократия? Народ. А кто народ? Все. Вот если вы, мы роды, вы народ или нет? Народ отнес? Нет. А вот это что? Если она тут руководительца, она народ. Она не руководительца, свободный град. Не будет еще ли ей быть свободными? Да. Ну, вы тоже можете туда, тоже будете голосовать. Голосует, большинство или меньшинство населения? Угу. Это не все, только если это рабы, это бывающие орудия, только люди голосуют, а те, кто живут, правда, они же не люди, правильно, а они временно живущие были, до первого желания этих убийств, этих родственников, этих родственников, поэтому первой демократией была, кто появился, это власть, власть меньшинства. Но решение рабовладельцы принимают по принципу большинства, если проголосуют рабов, то рабовладельцы, кто будут принимать решение, но вы в этом не участвуют. И в новом издании демократического общества, в Соединенных Штатах Америки, рабы были? Когда появилась? А? Да. Были. Они большинство составляли? Да. Ну и как? Там образовали эти рабы? Нет. То есть согласитесь, что Америка настоящая демократическая страна? Ну, как в Риме, как в Риме, как в Риме, как в Греции. Но поскольку у них своих рабов не было, они их завели, а что они спрашивали или силы завели? Силы завели. Силы завели. Вообще вот эту эру, это рабовладелье, которое было с началом капитализма, было у них все равно порядка 100 миллионов человек. Пока их уловили, эти рабы, висели, потом эти рабы использовали, потом у них жизнь была короткой, скопали в такой труд, который был там у Гландаса. Ну, не больше строка. Видишь? Не более семей. Да. Ну, в общем. Так это рабы, ну, привезем. Зачем вот это? Лечить их не надо. Зачем лечить? Ну, в Африку возишь, он начинает работать. То есть, он двигает дешево. Все, что вы понимаете, надо просто в Африку ловить их вести, как в Али, рабами. Работоргов. То есть, что? Вам нужно? Ну, в Африку. Работоргов. Будут все делать вам. В эти деньги его нарабатывать. А я не знаю, у вас все женщины. Сколько вам нарабатывать? Ну, ей только надо платить, а в эти деньги. Все будет хорошо. В Африку так будет? В Африку. В Африку. Вот когда была светла вера, начало капиталитма. В Африку. Так сказать, нужно там где-то обеспечить сырье, плантации. Чтобы можно было развиваться эффективной оправленность во всю. Чтобы это сырье было обеспечено для этих промышленных средств. И вот, конечно, как раз плантаторы использовали. Прям Бог. Ну, вот там, а идицы, которые жили в Америке, они для этого не подходили. Почему? Вот не подходили же, потому что североамериканские идицы ни за что не хотели быть арабами. Ни за что. Правильно, мы их всех поубивали. Почти. Немножечко оставили, чтобы потом узнать, какие люди у нас есть. Местные зрители. Сейчас могут приехать и найти там местного зрителя в США. Индейца. И там, я не знаю, сколько человек может быть. Может быть, несколько тысяч есть. Точно не знаю. Надо будет этот вопрос выяснить. Ну, как вы понимаете, никакой существенной роли в организации жизни. Ну, а вот в период феодолизма, феодольных властей, он в меньшинство составил выборщинство населения. Вперед к феодолизму. Выйтик самым феодольным государством. Феодолу было меньше, чем... Феодолу было, конечно, меньше. Феодолу было много христиан. Если у меня мало христиан, то я же это не христиан. А если у меня много христиан. А вы же, а не человек. Если у меня много христиан, правда? Да. 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 А как продавать? А как продавать? Могут семью, быть семей? Можно весенней. А можно весенней. А можно землей? А можно дедельфей? А вот так вот, как посидели, вот тут, наверное, в парке всех этих трех покупателей, продавших другого. То есть, вот, это недавно было, в общем, что там? Что там? Это еще и продавали. В 1861 году у нас, да? А в Америке, Рамск, когда прошелся? В 1780, в самой европейской стране. В каком году? Ну, оно формально было отменено в 1862 году. То есть, когда в России, отсталый, как надо дышать, отсталый Россию. Уже было отменено преподничество в Соединенных Штатах Америки. Еще было рабство. И потом рабство. Менено было в 1862 году, а еще года два, это было так, так сказать, военных действий, были потому, чтобы рабов освободить. Война филосовала, все же тоже пиво. Кто возглавлял боеву правовладельцев юга против тех, кто с севера наступал на них и хотел уничтожить рабовладение? Кто возглавлял правовладельцев юга? Как вы думаете, какая? Ну, там две партии, там группы не богатые. 50% группы появились в точку, и вы их и выводили. Демографическая республика, вала философерова владельцев? А? Демографическая. Вот. Значит, ну и поскольку крепостные крысян большинство, а дворян – годово, меньшинство, и поскольку крепостные должны сколько-то дней в неделю работать на башне, или потом подробно платили, заменяли там это тем, что они кингами вот это откупались. Ну, так надо заставить же. Вот так вот просто затерл – «Живешь, не будете же на меня рубиться?» Я вот по вашим глазам просто говорю – «Не будете?» Не знаю какую, я думаю, вы тоже не будете. Вообще, я думаю, желающие пряди – просто затерлеть и работать. Так надо знать, что надо делать, а они не хотят. Что это делать? То самое – для того, чтобы быть крепостной работой на хозяина, и чтобы они не убегали от этого хозяина, чтобы они закрепощены были. Что значит? Крепостные крысяны. Крепостные, которые насилием защищают крепостное право. А право какое – крепостное? А то, что хозяин может убить только, не должен убивать крестьян, а все остальное – по-моему, это делать. Правильно? И вот, мне кажется, выписал – вчерашний день, часов в шестом, зашел я на северную, там беги женщину, в дом – крестьянку молодому. То есть, была такая услуга. Барин, если кто благо себя ведет, туда – на северную. Сам барин, зачем же ему кого-то бить? Правильно? Денежки заплатил. Прежде всего, уже воспитал. Лучше себя ведет. Георгий Штонский, это было с собой, да, 1806. А для историков вообще это не шло. Правда, уже как? Столетиями, тысячелетиями, рассуждается, мыслите, отсюда – это ерунда. Весельки. Так. Так. Так, все не должно было быть государственные феодальные. Вообще, все феодалы, как, скажем, и европейцы сначала, это были все воины, да, они всегда были готовы выступить в поход, в том числе на коне. И то же самое, каждый феодал должен был быть на службе в государстве. Они все соединяют, можно сказать, единую силу. Все служили в государстве. Правда? Вот. И никаких там демократик, которые не надо, это ерунда, это все говорить. Вот все, кто подорудные, все ее упадет. А кто подорудный? Те, кто подорудный, да? И у меня, правда, не отчетом. Собородни те люди. И еще, на жертву, там где-то еще беседе. Кто может руководить? Только класс, непосредственно может руководить обществом. И быть на государственном уровне только эрдал. Или нет? Поверьте. Что мы имеем? Мы имеем господство, ласа, эрдал. И без всяких игр, в какую-то демократику. Несет, что вы мудрите. Поэтому самое прозрачное такое общество, очень понятное. Вот смотрите. Если когда вы на меня работаете 3 дня, неделю или 4, это вот прибавочное дело. Когда вы у себя дома, на своей пустой земле работаете, которую я вам это очень делаю, давно не можем, это вот необходимый продукт. Все число и понятно. Это Макс, грубо там, разбирался в капитализме, а в федерализме все же очень понятно. Вот когда вы на меня работаете, это напарщик. Главное, себя работаете, меня не волнует, что вы делаете. Что хотите, то иди, иди, иди. Кого хотите, кого и приобретаете. Ходите, ходите, сведения, ходите, лошади. Меня это вообще не волнует. Ваше дело – прийти 4 дня в неделю. Торник, всегда, четверг и пятница. Все остальное будет свободно. У вас полная самостоятельность. Вот так рабочие не свободят. Если вы попали сейчас на завод, вам каждый будет вам упадывать рабочим. Чего делать? Начальник участка, начальник цеха, начальник смены, директор завода. Все вам начальники. Как только вы с завода уйдете, ходите на волю. На волю хотите? Увольняю. Увольняю. Да. Увольняю. 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 А что плохого? На волю вы идете. Чёрт плохого. Уважды не было воли? Ведем не было. Да на волю это хорошо, но вам что кушать будут? У вас нет, не силы государственного принудения, а экономические принудения. Но государство защищает такой порядок. У нас есть люди, которые это не допустят, у нас очень все организовано хорошо, у нас есть соответствующие войска, у нас даже внутренние войска есть, внутренние войска. Ну ничего, чтобы не надо это сделать. Они хорошо охраны, дисциплинированы, обеспечены в стабильном порядке. Так что феодальное государство, оно, конечно, тоже машины насилия в интересах классных. Ну а кто в просьбе у него встает, там всякие эти Пугачёвы, Степаны Брадины, Конграды Булагина, что с ним делать? Подобрять? Давить? Что такое давить? Подобрять? Репрессируют? Вы знаете, когда могут государства, которые не репрессируют своих противников? Тут сплазные репрессии. Так, ну вот буржуазия. Всё она началась в своё демократическое время. С беспощадного подобрения кого? Гадал. Как подобрать? Ну, гильотину и голову. Потому что долгие это отрубают, это ручная труба, это всё у палачей. А билетины же без садов. И вот прогрессивные буржуазные бюстанеры устроили террор, и наши феодалы приобрелись успехов буржуазной войны. Так? Так. А дальше? Какое государство было создано? Буржуазные садово всех государств для защиты своих интересов? Садово. Это что такое? Это организация насилия для защиты и осуществления интересов буржуазных. Правильно? Так. Ну вот. И вот идеологи рабочего класса, когда обдумывали эту ситуацию, как думали они, будет государство, политарское, или вот, а без периода рабочие управлять? Или как они? Смогут они удержаться? Сможет новое общество удержаться без того, чтобы не подавлять своих противников тех, но хочет каких-то плотировок людей. Поэтому Мухаммад Хэмэкс работает в теории государства. В том числе и показали, что если всякое государство – это диктатура, по сути своей диктатура господствующего класса. Не по форме организации, а по сути каждого государства, любое государство – это диктатура господствующего класса. Диктатура рабовладельцев сменилась диктатурой феодалов, диктатура феодалов сменилась диктатурой Паврадеев, а диктатура господствующего класса может быть уничтожена только в диктатуре рабовладельцев, и никаким другим способом. Хотя господствующие 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 очень успешно применяют Но такой инструмент оформления своей власти, как и выбора, выбор это суть дела или форма. Выбор происходит в обществе. Выбор происходит в обществе. А вот и буржуазов строят, кто может участвовать? А кто хочет? А кто выигрывает? Кто организовывает выборы, кто выигрывает. Это непонятно. А кто организовывает выборы? У кого есть, кто выигрывает. Выбор. Вот как, если на выбор, пойдем мы с вами на выбор, вы и я. Если на них много, да, где я могу с моим паркетом учиться, а то и красивые, и молодые. Ваши будут вот так учиться, на первой своей бумажке. А мы будем вот так. Цветные, хорошие. Написано, голосуйте за Попова. А ваши? Вот я буду людям плодить, я буду проходить ваши бумажки, эти грядки снимать, или перечеркивать только. Или какой-нибудь штаб противник будет ставить, и все ваши. Будет выбранная компания, надо сказать. Вы, конечно, хотели бы сорвать мои, но это помните, что надо. Вот такие красивые, если вы будете срывать полиции, конечно, заметить. А ваши, они считают, что просто портят их кожей. Вообще надо убрать. Вот если к нам будут рисовать, скажут, что вы делаете? Да мы выбираем санитарей. Освобождаем, отберяйте чапки. А то на столовой, клеить. Куда вы собираетесь? Клеить по своей бумажке. Я участвовал в выборах однократно. И в выборах участвовал по национально-экзотериальному военно-городскому в УКРУ. В 89-м году было 35 кандидатов. И выбрал Государственную Думу. Я топил на уровне за то, чтобы получить разрешение стать кандидатом. Потому что мне судно дает собрать необходимое количество подписей. Ну, я знал, что здесь умеют. Поэтому я постоянно догадывал. И потом мне женщина найдет. В избирательной комиссии говорит, ну что же вы мне подразделиесь? Сверху компьютера. И собрали ВКО в подписи. Я говорю, зачем мне это надо? Вы же знаете, что очень часто подписи собирают. Условно. Подделывают. На весь процент правильно, неправильно. А сроки делаются такие, что вы не успеете собрать. Потому что вы будете ходить и собирать. А я? Вот по-другому. А я вам скажу, что вам 5 тысяч в день не мешает. Надо поставить в метро и просто собернуть. Кто за право по поводу быть кандидатом? Ну, или не по поводу, а по поводу, по поводу. Какая разница? Это не значит, что это голосовать, когда придут, тоже будут голосовать. Но чтобы человек стал кандидатом, то еще нужно собрать в прописи за включением в список. Ну, куда это? Это от вас в полиции никакой политической вообще не требует. Допустим, мы говорим, что мы на здоровье. Мы на здоровье. Мы на противнице. Но деньги 5 тысяч вам не помешают. А вам 5 тысяч не помешают в день? Нет. Ну, с чем? 5 тысяч, 5 тысяч в неделю. Нормально. Вот товарищ у нас. Кто пришел к президенту? Известные ребята. Крокор. Он же собран подписи. Что, думаете, сам себя собираем? И студенты... Подходит. Подстоите, вы собираете сколько занятий. Встанете. У меня дадут восстание. Лукеревский завод. А выдачи. Ломоносовская. Ну, там пораспишем и все станции. И быстро заберем подписи. И меня зарегистрируем. А дальше это, если вас не касается. А дальше выводная компания говорит, за меня обещает. Ну, там другие скажут. Сколько вам нужно мне делать, чтобы за меня обещать? 15 тысяч хватит? Мало. Ну, 20. Ну, 20. Ну, 20. Ну, 20. Ну, 20. Всято я уже... Это... Как нам было бы работать? Мы так надо их подготовиться, как бы серьезно. Когда мы обращались, то было бы, ну, что... И все. Пять не было бы работать. Пять не было бы. Пять не было бы. Я раньше был бы работать. Ну, мало, так. Ну, все-таки можно, простите. Ну, часть сразу, то есть, если... Павел Лавроват, ну, карман, всвой. Осталось 3 миллиона. Ну, все-таки, в случае, мало, много веселья. Один миллион можно потратить на работу. Один миллион. Один миллион. Два миллиона. Агитация. Надо платить. Есть ограничения по приобретению времени для участия в дебатах. Вот вы будете заказать деньги в дебатах. Участвовать в дебатах в 20 минут, и у меня это будет 20 минут. Мы поучаствуем с вами. А потом мы с ней сядем, и за мои деньги будут два часа дискуссировать. Потому что деньги это платил, телекомпании могу участвовать, и у нас вот так, ведь можно делать, заплатите участвовать. Потом мы пойдем на рамки. И мы будем готовы, чтобы дарить, слушаться, как девочки. Часто выпадут. Потом. Куда мы пойдем? В позеты будем писать так, вы будете писать, вы будете публиковать, и оплачивать то, что вы пишете, то, что вы публикуете, а будет распространять. И еще вы будете распространять. Не, можете не распространять, но вы платить же будут, хотите получать, хотите нет. А если тебе нечем платить, и отсюда. То есть надо так поймать, какое слово значит выбор на системе. Некоторые странные люди думают, что тот его ждет там с их выборными голосами. Что по этому поводу серьезные люди писали, например, Макс. что означает вот эти выборы буржавного участия. Что каждый представитель эксплуатированного класса один раз в пять лет дозволяется проголосовать и решить. То есть представитель господствующего класса будет представлять и подобрать его податности. не просто податности. Вам же не безразлично кто это, кто это, я, кто это, друг, лучше, я, я, памятник, Другой не ясна кто, а все-таки мне кто это знакомый, но может так, к сожалению, будет это осушиться. Или наоборот, не хотите уже вне обедить, лучше будет кто-нибудь другой, как и вы. Может быть и так. Ну, во всяком случае из кого вы будете выбирать? Из представителей господствующего класса. Итак, утверждается вся история развития буржавного демократия, И не то, чтобы никого там не бывает, представителей эксплуатирования. Бывает. И сколько их бывает. Давайте подумаем. Мы с вами только что на прошлом занятии сделали очень вольную игру, что общественное бытие определяет общественное сознание. Если общественное бытие буржуазное, значит, сознание какое в обществе? Это сознание буржуазное. Если в обществе буржуазное господствует мысли какого класса? Гуржуазное. Они актурованы не в основном, даже большинство голов вообще, обществе. Даже оба пов começaulf understanding? , как вы же... Это общественное bands. Вы знаете, общественное сознание? То есть о backstage лihu επι결 Calvin, а значит, они большинство головных, независимо от того, кто, кто работает. Большинство голов нужapper куплено. Вы по-честному повредите? Мы по-честному. Почему по-честному? Потому что если у большинства этих голов в жадной идеологии, то, значит, если по-честному их проводить, то выберут представителей. А поскольку все-таки меньшинство еще есть, которое у них в головах не интересует, у кого-то выберут, у кого другие взгляды. И поэтому мы можем демонстрировать, что у нас вот свобода выбора. Видите, вот я прошел, он прошел, он прошел, ну и вы прошли. Лучше раздавайте, ориентируйтесь здесь в следующий раз на выборы, и у вас всегда будет меньшинство. Когда-нибудь было так, на выборы, чтобы победили представители. Не буржайки. Такие примеры, знаете, стоящие? Поговоря не могут быть, если всегда, если всегда, в обществе, в буржайском, в буржайском, в буржайском и в буржайском. Если честно, я буду рад. А то у несчестных там веков, и у них не были. Все буржайские люди не выкинули, и хотите там пролетарские посуды. Так кто наблюдающий в буржайском у нас выиграет? Наука там у нас в пользу, а нам не хотят, мы хотим знать, кто выиграет на наблюдающий в буржайском. Представьте, Господь скачет в буржайском. Представьте, Господь скачет в буржайском. Вот, что надо было показывать. Вот даже царь был заинтересован, как он думал, он сделал. Он что сделал? Про христианскую курию и рабочую курию. Но рабочую курию все большевики сразу завоевали. Там все были большевики. А сколько там было? Четыре человека. Они скажут, христианскую курию не завоевали. И что? Это все равно большинство ничтожное. Никакой роли, когда голосовать надо, это все равно ничтожное меньшинство. А на самом деле рабочих-то и христианскую больше, чем у буржайского. Конечно. Но в головах-то, что было у рабочих христианок? Какая делала? Ну, какая делала у большинства рабочих? У родных учеников? У родных. Мало ли, что он рабочий. Вот на какое общественное бытие? Нет, были, конечно, и рабочие куришки, и партия работала. И что она большинство обеспечила? Вот большинство, когда участвовали в учредительном собрании, выборы учредительного собрания, на какое место они дали? С Лениным меняем. Какое место дали? На не первое. А? На не первое. Второе. 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 Поэтому большевики так ориентировались на то, что они чей Думбар придут в власти или нет. Это у нас, говорит, люди данных ориентируются, что могут прийти. Но он, правда, не говорит, что придет рабочий класс в власти. Мы придем в власти. А вот это можно и верить. Они там и сидят. Тем более, что каждая партия, которая является думской, она весь оплачивается государству. Причем, как каждый голос дают, проголосовавшую за партию, попавшую в Думу, 120 рублей за человека. За голос. Вот, допустим, наши партии с вами. Никогда не надавалось больше половины, а меньше половины. Но мы получили миллион голосов. Это не много. А миллион голосов на 120 рублей это сколько миллионов? 120. 120 миллионов уже кое-что есть. Поэтому, скажем, будут выборы президентские. Как бы с точки зрения, по-моему, коммунистов, выбирает президент как-то странно. Но коммунисты должны и в советскую власть выступать, а не за президентскую. Да? А зачем они там? Вот сейчас-то, да? Как надо? Деньги, наверное, на дороге не валяются, у нас здесь же выборы примирятся. Наш Думский. Если миллион получит, наверное, в президентских выборах, только за Дюгановой, 120 миллионов. Ох ты! И не надо этим на заботы, типа, все-таки. Могу говорить, хорошее дело. Чего не бизнес? Уже. не успокоен же бизнес. А то, например, мелкие люди там все-таки, какие-то овощи там продают, цветочки. О! Вот здесь. Это мы с вами сейчас рассматриваем, как украшается система. Значит, если я собираюсь для вас цепи сделать, государство, машину насилие, принуждение. Это мысль прямо такой пудлом. Рассказывать, что это диктатура, что мы с вас убивали, это цепь. Что у меня есть полиция, у меня есть прокуратура, у меня есть суд, у меня есть судебные приставы. у меня есть внутренние войска, если будете мандовать. Если что, и армия у меня есть. Если что. Вы бы не думали, что какие-то ваши там голосования или вообще выступления что-то решают. Ну, это должно быть все красиво. Надо затректировать эти самые цифры, обязательно цвета. Чтобы сидеть как у всех цветах. А у всех цветах. А у всех цветах. А у всех цветах. Правильно? Красиво же надо делать? Праздник что-то будет. Мы вам выбираем выборов и буфитики делаем везде. Мы можем на один раз подешевывать и сделать. А что мы поднимем потом? Мы разговариваем. У нас с ними, за нами не заржавеет поднять цены. Правильно? Вот. Это мы должны так хорошо и ясно понимать, что такое государство. Машина, организация насилия или проведение политики до тех пор и до тех пор был бы этот рабочий класс тоже в положении коммуниционного класса, если бы он не понял лица своих федоров, что и ему для победы нужно установить свое государство. Государство, диктатура, прожитаря. В какой форме? Марк Сэнгрис не знали. Была Парижская коммуна. Они думали, что это право государство, диктатура пролетариата. Потому что там она чиновникам ввела плату только на уровне среднего рабочего. Допустим, если я ваш представитель оборудования, который выбирается, да, то мне нельзя платить больше, жалобой больше, чем вот ваша зарплата. Тогда, что-то сказать, вот карьеристы не будут так есть. Ходите, идите, я буду сидеть, работайте, вы будете сидеть, будете вы получать, но не больше, чем я. И это как называлось потом Большойков? Парт Максимум. Парт Максимум Большойков был после революции. 500 рублей. Белину хотел их принести больше, он сказал, лучше, у нас парт Максимум 500. А остальные деньги куда? Газал, в партии на кассу. Новое дело. Мне рассказывали товарищ, который работал на железной дороге, пожилой, на даче в Рейтене. Он говорит, что у нас на железной дороге, начальник дороги был член партии, получал тысячу. Ну, 500 рублей. Парт Максимум, 500 партии на кассу, 500 танков. А главный инженер без партии, 800. Ну, 800 получал, и нам их всегда могут 700, а тут 500. Это оборудование с коммунистами. Те коммунисты, которые еще не перестали быть с коммунистами. А вот мы с вами, вы это так и не видели. Мы видели таких, как Хрущев, Горбачев. Ну, вы его видели, а Хрущева вы не видели, но знаете, что это вот те коммунисты, которые летние навек решали свои проблемы своей карьеры, оборудование оборудования службы рабочему концу осуществления амбитатуры. Первое на политическом оприще, Хрущев, выбросил из программы партии, учения, амбитатуры и проклятия. в 1961 году на 22-м съезде. Поэтому это политическое событие, правящая партия, правящая партия, которая все приводит в движение на эту машину государственную. А на эту государственную машину объявили уже не диктатуру рабочего класса, то есть она не обязана рабочему классу служить. А кому? У Ленина этот вопрос о диктатуре за ротом залетали и вон там прямо пишешь. И тот, кто не понимает, то должна быть либо диктатура проперята, либо диктатура бродей, либо безнадежный идиот, либо политический настолько неправотен, что его не только на собрание, на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. И вот, если хотите подсказить Хрущеву и ребенок, или политический шутер Роман Майчук, который пытался с помощью теории общенародного государства, над которой смеялся еще и говорил, что вообще соединять слово народ со словом государство нельзя. Ну, государство на теле не государство еще есть, оно не народное. А когда оно народное, оно же не государство. Ну, как только оно народное, то есть нет класса, и все, и нет государства. Поэтому нельзя соединять слово. это жареный лед на народное государство. Не может быть никакого народа. Но жареный лед, кстати, не проснулся масло, но добавлять никакое. Лед на сковородку, спокойно жарится, и ничего, никаких приказов, ничего нет. что получится вылетать в грамках. Все будет густая сковорода. Потом мы будем сниться, чтобы она не перегрелась. И все. А в 1962 году государство это, которое перестало до каких-то трех 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 было использовано для подавления доброствовки рабочих новой шахарской, которые требовали для нашего времени не повышать цены и не снижать расценки. тогда направлены были танки, этих рабочих, бастующих, которые подавили часть перестреляли. Часть лисей, которые на деревья залезли смотреть, чтобы тоже погружать этой судьбы, а проявила как диктатуру гружали, а гружали сразу не видно, как у нас делается это гружали. У него была общественная собственность, государственная собственность. И вот эта машина перестала быть государством рабочего класса, поэтому все чиновники оказались в положении тех, которые распоряжаются всей собственностью. И уже распоряжаются в своих интересах. Но это вот такой коллективный капиталист. так как коллективный капиталист, так в Белоруссии перешло государство социалистическим двукратным, двоец Лукашенко. Там не разделили пуске это государство. А в России говорили о Гайдаре. У нас не случайно проводится Гайдаровский форум, его все время вспоминают, таковали. Гайдар вместе с Чубайсом придумали, как разделить эту общую собственность. и тот, кто сходил, тот, кто сходил, успешный. Вот здесь это не в целях нет, вы не успешные. А второе угледобычное владеть? Нет. Оно только нужно идти. А Нихелевый геймстерри схватить? Вот вы не успешные. А здесь успешные, как успешные. вот у нас есть заводик прихватил на Валипусский металлургический комбинат Линсин, Владимир. Я думаю, откуда он деньги набрал на Валипусский металлургический комбинат? Я думаю, у нас только работа до того, не 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 даром Владимир Владимирович Александрович говорит, надо пять лет назад отмотать и дальше а мне естественно капиталом, который то есть пять лет назад мы уже не спрашиваем а у нас таки деньги? А капитал, разве бывает, приступит? Капитал это все, это и стоимость. А вот капиталист это пресс-анефицированный капитал. Значит, на самом деле амнистия кому? Капиталистам. То есть, нынешнее государство вполне признает, что вот эти богатства добыты преступны путем. Амнистия, чтобы вы знали, является нереабилитирующим, это освобождение от ответственности по нереабилитирующим обстоятельствам. То есть, вы приземление совершили, вас просто не наказывали. И мы совершили, вас тоже не наказывали. И вот, есть такой, ну, анекдот в коробке рассказ на интернете. Владимир Владимирович собрал вот олигархов. Вот вы тут сидите, а олигархи все. Так, господа олигархи. Но вы понимаете, что за такое короткое время такие богатства, какие вы имеете, и нельзя получить нормальную почерку, а только преступную. Понимаете? чтобы не надо в политику есть. Вот господин Казаховский. Он полез в политику. Теперь он шьет ватюшку. За четверткой тогда. Сейчас его потом выпустили. Так. правый. Так. Есть желающие шить? Левый. Влад. Нету. Ну, на этом вы решите закончить наше обсуждение. И вот вы можете взять решение от редакции Филиппова, на решение свое написание. Там период образначен. Удаление от власти. Это работа. То есть, было такое совещание, или не было, но суть подхода имеет место. понимание того, что такие богатства. Когда вам объясняют, что это просто неудачница. Просто вы не успели подбежать. Ну, посмотрите, не в первую успокоение, мы бы с вами на кораблику подавали, вы бы, да у вас нет, кстати, пароходов? Да у меня нет. Ничего нет ни у кого. Я все время мечтаю, пришел бы, студент, везу пароход, мы бы сели, ну, кофе нам бы дали. Мы бы так бы сидели, я бы так бы сказал, подругу об нас смотрели, а что с тобой? Волны. И что подходит? Единственное, что мы можем сделать самое, пойти вот в путь весна, и пойти самостоятельно. Все как-то дисциплинированно, пойдем, и у нас же и царь, и этот, там, в нашем университете, знаете, нет? Не найдено. Ничего не найдете, ничего. Стоит ли. Так ты идешь, вот это вот, туда входишь, с нашей сплощи, вот этой, прямо, там направо, в мере, по кафедру биологии, и туда дальше, а там и жилья, а там еще сам, и свинник, такой хороший. И мы там встали, на солнышку, и так бы я вам рассказывал, по экскурсию записать нас в саду, меня, какие проценты, со мной вообще пропустят, и будем на саду. Там, кто отход свободен, только будут в университете подойти. Ну, у вас теперь чипы есть, это проблема. И сидим мы там, и все рушим. Птички поют. Ну, раз у вас нет, поработать. А потом, академия, знаете, все это такое. Наталья, что это значит? Это сад, в Бритции. Академия, ну, они сады. Ну, так вот не сидели, как мы, ну, прохаживались, идем и прохаживаемся, и, одновременно, и обсуждаем. Я вот вас спрашиваю, а что такое государство? А вы идете рядом с государством? А что? Что? Что это? Государство, это одно, да, согласно и веселье. Ну, вот видите, еще надо, что-то сидеть, а мы ходим и говорим, а идет при тетке, у него параллель, так сказать, что вы делаете? А мы говорим, у нас сад, академия. Мы как-то, в принципе, мы историки. Ну, почему мы не можем там встречаться? Можно и по нашему двору ходить, но тут слишком много, глаз будет. В девяце, а что тут делается? А что-то, выводят по двору обычных водопеченных. Особенно, я буду стоять, а я буду в центре стоять, и спать, что вы отвечаете, что такое государство? У нас же государство в университете. Так, а это что означает? Теперь переведите на русский язык, что это означает, как вы понимаете? Вы понимаете, это организация государства в университете? Кто-нибудь знает, что такое государство? Дуа. А кто получит Дуа, из-за университета? Из-за университета? Из-за университета? Пятнадцать или же? Пятнадцать или же? Пятнадцать, а ты не государство? Ну, у нас тут был переходный период, например, доктора наук философских, создавало советское государство. В 1989 году меня отверстили. А потом был бы как-то, вот я никак не мог звание профессора получить. Они, конечно, сказали, меня на Большом Совете Паркатири тут университет. Ну, вот, в девяносто в этом году находился, вот, профессора Паркатича, в Донецкой Совете, потом Совет Паршовой, я вот в Толорадо был на должности профессора, но уже через практику два раза, 10 лет на должности профессора уже пора ей звание давать. Как только я на второй раз прошел на должность, на должность палать больше половины на руках. Когда я по-другому звание, на правду вставал был больше половины. И так, а университет Паркатур, Агель, Москву, высшая аттестрационная комиссия в Москве была принята решение, он все время происходит в учебное звание, а я в то время уже был на кафедре экономики и Паркатур. Поэтому профессорам мне присвоили по тройке кафедре я работал, поэтому у меня ученые звание, профессор по кафедре экономики и Паркатур. и получился неплохо, но я толкать философских наук, не ученые правы экономики. И вот приезжаю я с Весим. Кто у меня был профессор по кафедре? БУКА, 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 БУКА. БУКА, БУКА, БУКА. с нынешним герпу. Я так задумался, а директор говорит, не давай ему! И вот признала советская наука, а тебя, то есть меня, в разной ноге. Я же кубрадный профессор, как они говорят, а я кубрадный дам, государственный кубрадный. То есть я кубру восстал души, только ты меня кубрадный послышний. Я признал, что это какая сила. Скажешь, вы носили же, что хотели сказать, в государственном университете, что здесь будет обязательно какое-то насилие. Вот оно, когда-то. Я думаю, сначала так красиво все звучит, а потом, оказывается, что так или не так? Так. Вот это всякая государственная существование диктатуры своего класса. Но она всегда раскрашена, например, как у рабочих классов, призывали большие детей за диктатуру проекта высыпать народ. Они говорили, так, землю христиан, фабрики. Вот он, власть Совета. А что происходит? Советская власть. Это что? В отношении диктатуры предприятий. Ну, Советы избирали, по фабрикам зовут, да. А что, не рабочего можно брать в Советы? Можно брать в Советы. Что вы говорите? Депутат Балтикин, посмотрите, там, главным героем является Семеряков. Семеряков просто известный ученый, которого Балтийский флот избрал своим депутатом. Депутат Балтикин. Ну, депутат Балтикин. И вот, так сказать, Советы, они принимают решение, избирают. Но вдруг они отличаются от права, но вообще-то. Почему? Потому что, если надо подавлять, так надо, чтобы по улицам, по площадям. Потому что деньги подавляют, тех, у кого нет денег. У вас не пели. А тут, если избирают по фабрикам и заводам, тут уже не деньги решают, а кто какой авторитет там, на предприятии или нет. Причем, возможно, отодвать. Вот вы будете плохо изучать штабу, что раз возьмут и отодвут. Отдовут. Отдовут, и вы уже не никто так. Причем, отодвать можно в любой день. Каким свойствам? Никаким парламент не обладает. А Советская власть позволяет позволяет, когда она формировалась по фабрикам и заводам. И так она формировалась до 1936 года. Как меня, основная ситуация не могла было отзываться. К сожалению, товарищи, что такое Советская власть, не поняли. И утратили это. Сначала форму, а если утратишь форму, за форму может пойти в среди органов. Самое главное, что утратили возможность отзыва. Скажем, по Нижегородской области до 1936 года было отгонено 30 депутатов. А после? А после не одного. Ну, можно отобраться. А сейчас, как пользователи, вам не нравится, я как депутат, да? Так я во франции, как вы хотите. Какой франции справедливый Россию? Все, как вы смеете себя? Эта фракция решает, а вы кто такие можете решать. Будьте мне депутатом или нет. И вы за то, что за Справедливой России проголосовали, все, вы ваше дело сделаны. Теперь я буду там сидеть. Девочки, вы можете на следующих выборах проводить партию Справедливой России за то, что они меня не вымерли в фракции. Ну, попробуйте. Если у вас хватит для того, что денег. Вы же понимаете, все это упирается во что. Я могу в другую францию перейти, если что. Только же вы знаете такие? Наверное. Так вот, советская власть – это организационная форма диктатуры аргиталяков. Советская власть – это организационная форма, диктатуры пролетариата. А что является организационной формой диктатуры Рухарии? Парламентское демократие. Советская власть – это организационная форма диктатуры пролетариата. Организационная форма диктатуры пролетариата, А революционные формы и диктатуры Бодрадии являются парламентской демократией. Ну вот понятно, что Бодрадия стремится вековечить свое космос, если уж я получил самолетик, что-то не надейте, что я вам оттуда и отдам. Не одна, я еще придумал, как вам строить инфляцию, чтобы у вас денежки ищел, доход ваш. Придумал этот зон, например, Кейтс, английский Лорхин. Сказал, ну что вы спорите на одном предприятии со своими рабочими, давайте вот государство будет просто повышать цену, здесь лучше. И у вас сначала деньги в офисе, хотите, себе, не хотите, пенсии, хотите, зарплата. И сразу у вас в кармане меньше, меньше, меньше. Ну то есть как бы маркет, товар, но на икосе меньше, можно купить. Например, в прошлом году у нас инфляция сколько составила? 12. А инфляция, она же не сразу, она растает, вот по итогам года, она такая вот, и сейчас растет, 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 растет. И дорожла до 12. Вот получился треугольник, площадь треугольника это половина прямого выльника. То есть 6% доходов изъято. 6%. Читайте сами, сколько у вас изъяло. Все это количество. Если он пошел доход, то есть больше изъяло маленький. А в белом меньшем, то есть процент одинаковый. 6% изъяло. Некоторые думают, что инфляция это повышение цены. Все не так. Кстати, цены повышают? Да. Или цены растут? Повышают. Повышают? А некоторые думают, что цены растут цены. Наивные думают. Да? Цены не растут. Вы видели? Смотришь на цене, какую цена? Такое бывает? Нет. Такого не бывает. Это для того, чтобы вы думали, что до сети инвестий, а не организованы специальные действия. А что вообще затраты? Как что с затратами, товарищи историки? Затраты труда на производство продукции. Они вообще вверх растут и ведут, и ведут. Товарищи историки. Если по совершенствованию орудия труда больше производится продукта? У нас меньше. Больше. Значит затраты на единство. Падает или увеличимость? Падает. Это что, закон какой-то одной информации или это вечный закон человеческого развития? Что с совершенствованием орудий труда, интерес, полегонство, затраты труда на единство продукции? Уменьшается. А нам чего расскажем? Что? Это говорит о том, какая я делаю ее в голову? Ура, на полотенце. Ура, на полотенце. Все считают, почему? Ура. 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 О, там не должно быть хуже, и эти зарплаты идут как бы в затраты. Говорят, а прибыль все в том же государство, мы все в государство даем, вы можете на нее себе не повышать, насадку себе прибыль. А мы себе делаем 24 миллиона в месяц зарплату. 15 миллионов, 8 миллионов. Ну вот, глядите, 5 миллионов в месяц. Вам бы дали 5 миллионов сейчас в месяц, вы бы с ума сошли. Испугались, потому что сейчас подороги отнимут. Просто, наверное, сначала испугались, что с ними делать. Да, что с ними делать, не знаете. Вы же не привыкли острова покупать. Ну, лично не хватает на острова. Ну, все. Хотел перейти остров купить, а не хватает нескольких миллионов? Сейчас-то завтра. Да-да-да. Сейчас опять, ну что за народ создался, я не знаю. Почему? Вот нас, наверное, вас отделили от всех историков, там, наверное, богачи. А вас это до другое забрали. Вы ездили по земле и рассказывали, где какие ценности там объяснять людям. То есть, что с вас еще? Что вы думаете еще? Ни парохода. Плюс вас накладить на пароходах. А ну, нет. Нет, в общем, да. Не повезло. Так, мы помнили с вами, что такое государство? Да. Это мы помнили на одно занятие или на всю жизнь? Всю жизнь. Вот. Я очень рад, если можно. Помните, что что-то всегда нам пригодится. Чтобы никаких иллюзий не было таких стран. Когда люди просто терят, а их обманывают. Так они не понимают. Все-таки наука состоит в том, чтобы проникать в сущность явлений, а не думать, как это все написано. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.